МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, если говорить действительно о цифрах тех ребят, тех родителей, тех семей, которые дошли до реабилитации, то это, наверное, каждый 13-й, 14-й из особенной категории ребят. Но многие ребята не доходят, потому что родители продолжают заниматься реабилитацией, именно медицинской реабилитацией. Вы говорите о медицинской реабилитации. А неужели не должно быть всё это вместе, и психологическая, и медицинская реабилитация? Неужели одно другое не заменяет? Или всё-таки стоит сначала ребёнком заниматься именно с медицинской точки зрения и потом уже обращаться в центр? Нет, конечно, абсолютно право. Нужно заниматься единовременно всем. Но страх за жизнь ребёнка много выше, и родителя этот страх часто не отпускает. Поэтому он, забывая про всё, работает больше именно со здоровьем ребёнка. Расскажите о Вашем центре, какие специалисты есть, какие ребята к Вам приходят, какие направления в реабилитации? Ну, я тогда уже буду говорить скорее больше про ребят с синдромом Дауна, для этого раз уже этому посвящена передача. О реабилитации ребят с синдромом Дауна. В первую очередь мы говорим о реабилитации двигательной сферы, моторной сферы и работе с навыками. Не только в нашем центре, всюду, конечно, нужно заниматься ЛФК, массажем. Помимо этого в нашем центре это сенсоритмическая координация, социально-бытовые навыки, это группы контактно-соматической осведомлённости, базальной стимуляции. Развитие речи – это следующая очередь, о чём нужно позаботиться родителю. Здесь работа, у нас работает логопед-дефектолог, это логаритмик, это развитие речи. Что такое развитие бытовых навыков? Что за занятия такие? Занятия по социально-бытовым навыкам. Дело в том, что у ребят с синдромом Дауна по всем сферам идёт запоздание. Это не значит, что это не разовьётся, но оно запаздывает. Также и умение ребёнка одеваться самостоятельно, взять печенье и скушать, воспользоваться самостоятельно туалетом, но запаздывает от пяти месяцев до двух лет. И для того, чтобы помочь ребёнку освоить эти навыки, освоить их быстрее, существует целый комплекс мероприятий, упражнений, заданий, которые научают этому ребёнка быстрее. Какие ещё занятия? Вы говорите, такие общие направления. А что вот тактильные навыки? Как проходят эти занятия? Что они там рисуют? Лепят и с пластилином? Да. Обязательно. Конечно. Мы не учим их как учеников. Мы работаем с чем? Если мы говорим о двигательной сфере, мы работаем с их телом. Мы научаем их чувствовать. Мы научаем их отвечать на некоторые физические посылы. Мы научаем их различать многие ощущения, многие представления. Только затем мы научаем их мыслить об этом. Со скольки лет ребята к вам приходят в центр? К нам в центр приходят, наверное, с двух лет. Но если бы вы спросили мои рекомендации, то я бы говорила, команду специалистов можно подключать из полутора лет. А дома можно начинать коррекционное воздействие. Как только родитель вышел из состояния тревоги, сразу можно начинать. Это же так сложно. Даже здоровые детки, полтора-два года, с ними сложно управиться психологом, даже профессиональным. А как с ребятками с синдромом Дауна, как справляетесь? Вы знаете, они не сильно отличаются от обычных ребят. Они не намного капризнее, не намного сложнее. Они просто несколько иные. Они более улыбчивые, они более чувствительные, они хрупкие в своей чувствительности. Про это да. А так, больших сложностей других с ними нет в работе. Сколько сейчас ребят в центре обучаются? И как это вот, как правильнее? Это центр, как бы такой, коррекции или вот как даже группа пребывания небольшого? Как часто вот дети у вас находятся в центре? Там несколько занятий подряд, ежедневно. И сколько ребят сейчас? Вот смотрите, да, сколько занятий. Реабилитация, вот мы только с вами говорили, она затрагивает все сферы. То есть мы сказали про двигательную, про речевую, есть еще интеллектуальная сфера, да, социальная сфера и так далее. Соответственно, это очень много сфер. И одним занятием тут никак не обойтись. Поэтому это некий комплекс, который простроен реабилитологам, психологам. И ребята посещают, можно так сказать, группы, группы дневного пребывания на самом деле. Сейчас у нас в центре пять человек, ребят. Ну, есть ребята, которые приезжают на некоторое время курсивами наших ставропольских пятеро малышей. У нас есть уже выпускники, вот малышей пятеро. Вы говорите о том, что как родители придут в себя, так лучше сразу ребенка уже отдавать на такую психологическую коррекцию. А вот как как раз родителей в первую очередь встряхнуть и дать понять, что как бы это не конец света, все решаемо. Есть специалисты, которые могут помочь. Как-то сами, может быть, общаетесь с родителями? Да, конечно. Я являюсь куратором групп сопровождения для родителей и автором этих групп. Если мы говорим о родителе, он обязательно должен помнить о себе, о своем отдыхе, о своих отношениях, о своих увлечениях. Потому что ребенок, особенно ребенок с синдромом Дауна, я говорила, он очень чувствительный. Он дышит вместе с родителем. Если вдруг дыхание родителя станет прерывисто, прерывисто им станет дыхание ребенка. Можно ли диагностировать эту болезнь с синдромом Дауна, возможно, на ранней стадии беременности или поздней стадии беременности? Да, проводится соответствующий скрининг, и это генетическое заболевание выявляется. И скорее появление ребенка с синдромом Дауна – это желание родителя сохранить этого ребенка. Это любовь родителя к своему дитя. То есть, получая результаты теста, если можно так сказать, ты просто уже решаешь для себя, готов ты или нет. Если готов, то, соответственно, есть какие-то курсы заранее, ты уже можешь распланировать. Или пока не родится ребенок, не поставят точный диагноз, ты не можешь воспользоваться? Ну, вы знаете, редко бывают ошибки, что не ставят диагноза, а ребенок рождается с синдромом Дауна. Были у нас такие случаи, но в любом случае это сразу явно уже при родах, потому что конституция ребенка с этим синдромом, она очень четкая, классическая, и путаница не привлекает докторов. Как-то могут догонять в развитии дети с синдромом Дауна, вот обычных деток. Может, к определенному возрасту, к пятому классу или к старшей школе, когда уже без глаза специалиста не отличишь? Или в любом случае эти дети будут сильно отличаться друг от друга? Ну, к десяти годам мы говорим о качественном сопровождении, о реабилитации, о том, что здоровье было относительно хорошим у ребенка. К десяти годам многие задержки, скажем так, минимизируются. Но конституция лица, конституция тела, она, конечно, видна, и ребенка, конечно, видно скорее по этому моменту. И есть некоторые эмоциональные особенности, по которым тоже видно, что это ребенок с синдромом Дауна. Но они могут обучаться в обычной школе общеобразовательной, ходить в садик со всеми детьми или у них индивидуальные занятия? Я думаю, что ребятам скорее подойдет инклюзия, потому что задержка все-таки достаточно большая. В том числе и физического, да? И физического, и интеллектуального развития, потому что школы идут по уровню интеллектуального развития. И они очень часто не успевают к тому времени, когда все остальные ребята к семи, к восьми годам справятся с этим. Я смотрю, что на Ставрополье сейчас довольно много программ инклюзивного образования, в том числе и высшие учебные заведения принимают детей с инвалидностью. На вашей практике были ли ребята, которые поступили в высшие учебные заведения и пытаются вести обычную жизнь здорового человека? На моей практике я не видела качественной инклюзии. Вообще теоретически, если хочет ребенок... Теоретически, да, законы. И мы с родителями их изучаем, чтобы поддержать друг друга, информировать об этом. Но я не видела качественной инклюзии. Я говорю не только о ребятах с синдромом Дауна. Мы будем надеяться, что программы, которые только-только появились, зародились, что они все-таки заработают, да, и детки смогут получать достойное образование. Что касается взрослых людей с синдромом Дауна, есть ли для них обычная адаптированная жизнь? Обычная адаптированная жизнь. Ну, здесь, конечно, многое зависит от того, как эту жизнь обустроила семья ребенка, уже взрослого ребенка. Если семья поддержала ребенка, ребенок получит профессию. Очень часто ребята с синдромом Дауна, по крайней мере, в нашем крае работают массажистами, да, потому что у них великолепные руки, у них прекрасная координация рук, у них прекрасное отношение к человеку. Это подкупает, они работают очень часто массажистами. И тогда ребята, естественно, имеют работу, получают пенсию, достаточно устроены. У нас в городе есть общественные организации, причем именно слово-то общественное, это тоже инвалид, человек-инвалид. Он создал эту организацию, поддерживает ребят, взрослых, научает их, как справляться, как адаптироваться в этом обществе. Он вывозит их на моря, он ищет спонсоров, он вывозит их с семьями. Я была в одном из таких путешествий, я считаю, что это прекрасный, вообще прекрасный опыт. И я как раз-таки общалась со взрослыми людьми с синдромом Дауна. Знаете, тонкие, необыкновенные люди. Где-то они очень наивные. Это уже, можно сказать, взрослые социализированные люди. А дети, которые сначала долгое время в семье, в том числе врачи, больницы, потом психологический центр. А когда стоит этих детей социализировать? На улице, на площадке детской, или там пробовать в какие-то частные детские сады? Или это одновременно надо делать? Или вообще не стоит социализировать ребенка, пусть он пока до какого-то определенного возраста живет в семье, в таком защищенном вакууме? Ребенка нужно социализировать сразу. Как только обычного ребенка отдают в детский сад, отдают на занятия, да, вот у нас в центре очень много групп. Меня спрашивают, почему, давайте 20 индивидуальных. Я говорю, нет, нет. Другие ребята в норме пошли в группы. Они научаются друг у друга. Да, эти возможности этим малышам совершить тот же самый путь развития. Поэтому с небольшим опозданием, так же, как и другие ребята, они должны пойти, да, на группы, потом в детский сад чуть-чуть позже, и также в школу. На завершение интервью спрошу вот о вашем центре. Не только учатся детки с синдромом Дауна, но и с другими отклонениями вот и в развитии, и в физическом, и психологическом. Какие еще услуги оказываются в центре? Ну, у нас, да, у нас основная, это 70% ребят, это ребята, я называю, особенным детством. Это ребята с болезнями нервной системы, с нарушениями нервной системы. Сюда я отношу и аутический спектр, не только аутизм, а аутический спектр, различные задержки психического развития, ну, и некоторые генетические нарушения, которые привели к искажению развития, к умственной отсталости, к поведенческим расстройствам. Вот это ребята. И в психологическом центре помогают ребятам и социализироваться, и стать здоровее, наверное, здоровее, да? Ну, мы социализацию, мы считаем, что мы должны ее запустить, а ребята все-таки должны идти туда, где им положено быть, в детский сад и в школу. Спасибо большое. Пожалуйста. Напомню, это было актуальное интервью, и у меня в гостях была руководитель Центра психологической коррекции «Надежда» Оксана Викторовна Тетечкина. Ну, на этом программа наша завершена. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok